привет ребята с вами каиса и я продолжаю свой марафон по серии сален хилл сален хилл 3 и хочу начать уже третье прохождение на третью концовку так давайте посмотрим что у нас стоит в настройках сначала и надо будет ввести мне код на костюм один так поставлю x3 количество патронов на сей раз экстра костюм вбиваем принцесс херд как-то вот так вот было это специальный костюм для магического оружия секси бим по-моему принцесс херд так по моему и вы получили костюм трансформер вот выходим из этого приложения сохранка прошла выбираем снова совершенно новая игра сложность ну сложность будет также будет сложно сложный загадок повышаем будет сложно и тут будет очень сложные загадки которые я сам скорее всего не решу многие многие из них чушь там сказать большинство третий заход так вот этот костюм как раз обратите внимание что у меня над головой появилась и это вот как раз стоит самое есть до способность так что у меня в инвентаре костюм трансформер этот костюм предназначен для превращения волшебницу принцессу сердец так настройки еще раз открою отображение жизни давайте включим так ну можно сделать первую сохранку и пошли мне нужно убить 30 или 31 врага с помощью вот этой магии берем также неограниченный автомат вот здесь вот на ящик вот так вот действует эта магия тут именно по-моему две атаки можно вот так вот сделать а можно один раз по-моему глазами стрелять или шарами одиночная над нажатием так вот глазами а если держу стрельбы то буду то хизер будет выпускать шар так ну побежали 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 более-менее уже тут помню все закрыто что открывается что не открывается так ну здесь пока никого сейчас первый клозер но он вряд ли идет в статистику потому что я его не убивал лично так и я к сожалению сейчас получил пистолет надо убрать его из рук стал доступна магия так пачка патронов есть так ну на этом все идем дальше сейчас вот пойду враги уже это у нас лестница нет а нет это не лестница вот тут у нас враги первые есть собаки ну что попробуем убить собачек ну что то с трудом пока это получается можно вот так вот глазами убивать первое так у меня закончилось дыхание да у меня это оружие очень зависит из от дыхания от полоски зеленый вот этой вот которая восстанавливается не очень она удобная конечно очень неудобно а я кстати не знаю считается ли добивание ногой блин а вот это вот плохо я лучше лучше переиграю своего потому что не уверен точно считается ли это за убийство хотя ладно не буду этих собак трогать что они мне сделали 30 это врагов я и так на и найду без этих собак так он тут больше ничего не было да так он тут больше ничего не было да ладно не пойду я туда возьмем карту нам на лестницу не будем трогать собачек пойдем сразу сюда маятник так стоп а как ну что как включать так ну допустим первый считаем это был первый враг тут вот допустим второй глаза куда пошел то так трудно убивать этим оружием дыхание еле восстанавливается и нужно ждать пока она снова установит так ну допустим третий враг это был нету напитков к сожалению блин а так сдохну скоро заходим по колею вот эту это хлеб а вот огнемет кстати оружие который я открыл эта штука поджарит плохих парней к тому же не нужно беспокоиться горючим так берем щипцы для хлеба и выходим ну допустим троих убил допустим тут потом толпы пойдут вот толпы вообще неудобно убивать этим оружием ну заходим тут можно взять напиток надо подлечиться уже а то что то здоровье хреновое очень неудобно это оружие используем щипцы так мы сохраним прогресс так 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 убил 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 так минус уже шесть врагов боссы вроде тоже считаются забрать врагами так так я не буду в одну комнату заходить там где собака бежим в книжный магазин сразу и вот тут сейчас ждет супер загадка вот тут у нас пять томов непонятно как их нужно расставлять а тут каждый дом еще подписан мне не сильно нравятся всякие сентиментальности типа ромео и джульетта это первый том ромео и джульетта второй том король лиры я не читал эту книгу третий том строчка из макбета которую я не могу забыть жизнь как тень для бедного актера который живет свой час на сцене и исчезает после четвертый том это гамлет я не читал эту книгу пятый том отелло должно быть я читала это но забыла о чем речь и подсказка находится вот рядом с кодовым замком вот здесь вот здесь трагедия ты актер или зритель будь кем хочешь но конец у всех одинаков все мы идем только к смерти первые слова на левой руке чистое сумасшествие мужчина танцующий в безумии распознай неуслышанные слова сказанные на могиле возлюблены и тогда познаешь настоящее сумасшествие вот это первая строфа первые то есть первая книга слева тут я так понимаю а он играя со смертью в конце концов нашел ее убивая безымянного любовника она пронзила сердце страдающие от печали ложь принимает правду должна ли истинно прикрыться маской неблагочестивого ах как жалки те кто пошел путем неправедным все еще среди лжи хотя конец не пришел зачем ожидать смерти ты посвятишь себя возлюбленному правда и ложь жизнь и смерть игра по превращению белого в черное и черного в белое не правда ли молчание переполняется любовью посредством лести мирный сон предпочтен трону испачканному в крови один мститель пролил кровь за двух два юноши проливали слезы за трех три колдуни исчезли таким образом три колдуни исчезли таким образом и только четыре ключа остались ах но по правде здесь показана трагедия искусство ты игрок или толпа нет ничего что избежит участи стать марионеткой судьбы или наблюдателем заключенным в клетку так я сейчас постараюсь объяснить смысл этой подсказки вот вот это первое ни к чему не имеет значения здесь трагедия актер или зритель будь кем хочешь но конец у всех одинаков все мы идем только к смерти первая строфа является вступлением и на решение никак она не влияет вторая строфа первые слова на левой руке чистое сумасшествие мужчина танцующий в безумии распознай неуслышанные слова сказанные на могиле возлюбленной и тогда познаешь настоящее сумасшествие во второй строфе тут сказано что книгу следует поставить слева далее идут отсылки к гамлету который притворялся безумцем следовательно первым слева нужно поставить том 4 том 4 это у нас гамлет дальше а он играя со смертью в конце концов нашел ее убивая безымянного любовника она пронзила сердце страдающие от печали в третьей строфе вот то есть здесь говорится про игру со смертью а это отсылки к ромео и джульетте поэтому во второй след во второй слот следует поставить том 1 ромео и джульетта ложь принимает правду должна ли истинно прикрыться маской неблагочестивого ах как жалки те кто пошел путем неправедным четвертой строфе то есть вот вот здесь вот говорится об истине и лжи отсылка к отелло в третий слот ставим том 5 отелло все еще среди лжи хотя конец не пришел зачем ожидать смерти ты посвятишь себя возлюбленному правда и ложь жизнь и смерть игра по превращению белого в черное черного в белое в этой строфе говорится про превращение белого в черное и черного в белое это отсылка к королю Лиру следовательно в четвертый слот ставим том 2 не правда ли молчание переполняется любовью посредством лести мирный сон предпочтен трону испачканному в крови в шестой строфе то есть здесь рассказывается про то что на самом ли деле тишина и любовь предпочтительнее лести и трону это отсылка к Макбету поэтому в пятый слот ставим том 3 и у нас получается слева направо по номерам томов набор цифр 4 1 5 2 3 если поставить их так пойдем поставим их как написано 4 1 5 2 3 вот сюда вот так так 4 слева 2 это первый том на 3 4 1 как там я говорил 5 по моему да 5 2 3 вот так вот 4 1 5 2 3 пойдем читать дальше загадку и дальше у нас вот идет один мститель пролил кровь за двух 2 2 юноши проливали слезы за трех 1 2 юноши в первой строке седьмой страфы сказано что один мститель пролил кровь за двух это отсылка к Гамлету то есть 4 том поэтому умножаем первую цифру на 2 и у нас получается первая цифра не 4 а 8 далее говорится о двух молодых которые пролили кровь за троих это отсылка к Ромео и Джульетте то есть следовательно умножаем вторую цифру на 3 у нас получается 8 потом идет 1 умножаем на 3 получается 3 8 3 далее так далее у нас сказано что и только 4 ключа остались далее сказано что должно остаться только 4 цифры в конце говорится что исчезли 3 ведьмы 3 колдуньи это имеет отношение к произведению Макбет поэтому убираем последнюю цифру да последняя цифра у нас 3 как раз получилось и у нас остается 8 3 5 2 вот такой код у нас получается вводим его 8 3 5 2 да самому это решить очень сложно если ты не читал это эти книги вообще не знаешь о чем речь да даже если ты читал все равно так додуматься это конечно хорошая очень загадка так по моему ничего особенного нету не по моему ничего нету офисы 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 здесь замок сломан идем в лифт и переходим в альтернативную реальность так шестерых я убил я помню жалко статистики внутренней нету берем радио и выходим сейчас будут собаки сразу нападать так это я одну убил а тут еще две да ладно этих я не буду трогать получается 7 тут еще одна должна быть вот она установим дыхание так и убита наверное убит уже так тут всего одна комната открывается медпункт получается восьмерых уже убил берем напитки ампулы ампулы по моему тут а что еще есть больше по моему ничего нету да ну давайте сохраняться так идем дальше вот этих я наверное вообще трогать сейчас пока не буду у 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 и у у у у у а блин он так и убит убит то есть уже получается 9 ты нет вроде бы убит так тут надо опять считать две собаки три там нет погоди две собаки три клозера это пять получается и до этого я убил 6 то есть уже 11 пусть будет 11 так здесь берем фонарик и патроны а здесь берем отбеливатель ну здесь есть опять таки отсылка второму санкил не буду это делать уже здесь все закрыто здесь сломано так не не хочу его строгать с с вами с вами очень крупно потрачусь так здесь есть жилет жилет броник ну давайте одену пока этот броники мало хилок у меня того 11 а нет вешалку мне надо здесь взять еще еще валить отсюда еще валить отсюда так используем здесь мы тогда вешалку залезаем наверх так сперва мне надо вот сюда добраться я не буду пока тут никого убивать возьмем испеченный ключ а здесь возьмем аптечку аптечка есть на так вроде бы все пошли отсюда так ну к этим я не пойду за сранку пойдем сразу сюда здесь просто безопаснее тем более мне тут нужно взять вот это вот орех хотя у засранцев можно там по моему что-то спереть хорошенькое что-то там хорошее есть по моему обезболивающее есть хорошо так и открываем дверь клозер клозер нам не нужен берем трубу так все что ли я вот не помню так ну да выходим отсюда не помню что дальше дальше эти майки набегаем набегаем один так вот сюда нам надо стоп а я что-то не взял да что-то я по моему не взял это уже где чистка то а нет вот все взял моющее средство отлично так выключим вентилятор зайдем сюда и используем вот на этом ведре два предмета включаем вентилятор заходим муки рассосались так что у нас здесь тут вам какая-то комната открывается так а это склад да да это склад у нас ну хорошо зайдем на склад здесь что не помню тут вам всего одна дверь открывается вот этого так здесь клозеры побегаем здесь опять маятники по моему в эту сторону надо бежать какие-то собаки еще нам вот сюда так а тут у нас надо использовать грецкий орех в тисках расколоть и берем лунный камень вот все все на этом так по моему тут больше ничего нету давайте сохранимся вот спортивный магазин бежим открываем эту дверь бежим назад сюда что ли а нет не сюда дальше дальше вот опять эти ребята дай пройти так здесь клозер обитает так ну сейчас будет босс скоро пойдем вставлять лунный камень ну 11 убил я не знаю убили еще кого то вряд ли поднимаемся наверх так применяем лунный камень заходим тут по моему кто то есть да наверху или нет не помню не тут наверно наверху никого не бывает так что спускаемся к боссу попробуем боссу убить магией поднимается оборудов в в в в в в в Так, он переползает. Могу его ждать. Я откуда-то полезу. Он шатает земли. Вау, он ваншотную атаку делает. Да вот про это я забыл, кстати. Ничего себе. Вот про это я реально забыл. Может и не знал даже. То есть нельзя прям над ним стоять. Хорошо. Так, ну давай. Так, он шатает земли. Это очень-очень. Так как это было. Шатает. 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 Ну давай, уау, 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 это плохо, требует урить пополще, так, теперь отсюда, вон будет, да, ну все, готов, пусть ты будешь 12-м тогда. Ну да, пусть он будет 12-м, убираемся отсюда. Зайдем в хэппи-бургер. Возьмем аптечку, патроны. Ну и все вроде бы. Сохраняемся. В кафе. Ну, на этом я благодарю вас, ребят, за внимание, с вами был Каиса, всем удачи и услышимся в следующей серии, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok